Меня зовут Зиновьев Владимир, я барабанщик группы «Стигмата» и с недавнего момента группы «Нойз МС». Здравствуйте, скажите, пожалуйста, доволен ли вы сегодняшней выставкой? Да, конечно, я недоволен только тем, что я не взял с собой беруши, и в барабанном павильоне было невозможно находиться долго. Но это моя вина. Многие говорят, что предыдущие годы лучше всего проходило. Да, каждый год так говорят, и говорят, что каждый год не то, что было в прошлом году, в этом все так плохо. Я уже, не знаю, год 4, наверное, подряд посещаю выставки, и в качестве демонстратора на стенде «Ролланд» работал в предыдущие годы. И сейчас я просто как посетитель пришел, и я не могу сказать, что стало хуже или лучше. Все хорошо, как всегда. Мне все нравится, каждый год. Скажите, пожалуйста, вот тенденции в музыке. Как вы думаете, музыка сейчас вообще ухудшилась или улучшилась? Ну, по сравнению с предыдущими годами, там, если 10 лет назад взять. Ну, это какое-то такое размытое какое-то понятие «ухудшилась, улучшилась». Для кого-то улучшилась, для кого-то ухудшилась, не знаю. Ну, просто появляется, допустим, много новых коллективов в связи с тем, что соцсети легче раскручиваться. Вот именно в творческом плане. Много талантливых групп или не очень талантливых? Ну, безусловно, много и талантливых, и очень много тех, кто незаслуженно раскрутился за счет интернета, за счет соцсетей. Но также очень много артистов, которые, может быть, просто пока еще не поняты. Может быть, они суперталантливые, но для настоящего периода времени просто масса и большинство людей не готовы их понять. И поэтому они пока не подлежат каким-либо критериям «хорошо-плохо». Расскажите, пожалуйста, о своих творческих планах на ближайшее время. На ближайшее время у меня план поехать в тур с Нойзом и Пси, потом в ноябре поехать в тур со Стигматой с презентацией нового альбома. Вот до Нового года такие планы. Ну, очень насыщенный график. Да, вполне. Успеваете отдыхать или постоянно разъезды одни? Моя профессия – это сплошной отдых. Играй себе на барабанах, занимайся любимым делом и ничего больше не делай. Поэтому отдыхать, в общем-то, как бы и нечего. Скажите, пожалуйста, сколько дней выставки вы планируете посетить? Ну, я зайду еще как минимум один раз. А так вообще я люблю здесь проводить все дни, поскольку я вот работал, опять же, повторюсь, на стенде «Роланд» и был от начала и до конца. Сейчас у меня такой возможности нет. Но еще раз точно приеду посмотреть, как играют ребята в барабанном павильоне, посмотреть, что в остальных происходит. И последний вопрос. Скажите какое-нибудь пожелание молодым коллективам, которые только уступают на творческий путь. Быть активными и делать то, что вам нравится, и следовать своим принципам и идеалам. Спасибо большое за интервью. До свидания. Спасибо. Спасибо.